Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Лучшее мероприятие в городе в честь настоящих мужчин. День защитника Отечества с гордостью отмечали и женщины. Весну Анапа встречала масленицей, широкой в полном смысле этого слова. А сейчас обо всем подробнее. Город воинской славы подарил защитникам Отечества яркое мероприятие на городской площади. Подробнее в нашем материале. Со сцены в этот вечер звучали только военные песни. Перед зрителем выступали творческие коллективы, хор курсантов Института береговой охраны и духовой оркестр. Затем, как виртуозно играли военные музыканты, наблюдали не только взрослые. Мне понравился концерт, очень хорошая песня. Со сцены звучали поздравления в адрес сильной половины Анапы. Ведь недаром это город с удивительными воинскими традициями. Здесь честь отчизны отстаивали во все века ее истории. Поэтому и заслужил город свое почетное звание. Анапские ветераны были первыми, кто выдвинул идею о присвоении Анапе звания города воинской славы. Вечернее небо над городом окрасилось всеми цветами радуги. Из 23 мощных залпов в честь Дня защитника Отечества был дан салют. Кстати, в городах воинской славы салютование в День Победы, в День Города и в День Защитника Отечества обязательно. Чтобы аварийные отключения электроэнергии перестали быть нормой, модернизация энергохозяйства должна идти планомерно в течение всего года, а не за месяц до начала сезона. Об этом сегодня говорили на общегородском планерном совещании, а также о благоустройстве города и новых скверах в спальных микрорайонах Анапы. Отключение электроэнергии по-прежнему болевой вопрос для Анапы. Энергетикам не ставят в упрек плановый ремонт объектов энергохозяйства. Все понимают, что это работа на перспективу. Но, как показывает практика, чаще причиной отключения света становятся аварией. На прошлой неделе из 14 отключений по линии Анапских районных электросетей только три были плановыми. Еще один показатель, который не говорит в пользу энергоснабжающих организаций. Число потребителей, попадающих в зону аварийных отключений. 16 февраля 2015 года, до 10 часов 17 февраля, количество людей, попавших под отключение при плановых работах, составило 10 тысяч 55 человек. А количество людей, попавших под отключение при аварийных работах, вот думайте цифру, 45 тысяч 546 человек. Страшно подумалось, что наступает время курорта, и все эти окна загорятся, я имею в виду. Мы начнем потреблять электроэнергию и другие виды. А если сейчас у нас еще не курортный сезон, и такие массовые отключения, большие отключения, что будет с летом? Первый заместитель главы Светлана Яровая поручила руководителям Кубанэнерго и НЕСК предоставить информацию, где идет реализация инвестпрограмм. Не за горами напряженный период курортный сезон. Исключить перебои в энергоснабжении максимально, насколько это возможно, приоритетная задача. От энергохозяйства к хозяйству городскому. Совсем скоро настанет пора субботников. Уже сегодня надо продумать детали благоустройства любимого города. Отдельное поручение произвучало для главного архитектора Марина Марченко. Предложение по микрорайонам, где мы можем организовать сквер. То есть именно по жилым микрорайонам. То, что мы приводим в порядок и будем делать. Это понятно, центр города, курортную часть. Это даже не подлежит сомнению. Но точно так же необходимо обратить внимание на микрорайоны, в которых проживают наши жители. И уже не поручение, а требование к застройщикам вести прокладку коммуникации, соблюдая все правила благоустройства. Управление ЖКХ должно провести очередную ревизию разрытий в городе. Должны быть ограждения, как у нас вчерашний день, ленточки какие-то невонятные. Специально существуют ограждения, которые при разрытии используются желательно с какими-то, может быть, цветоотражающими для вечернего времени приборами. Нету ограждений – зарывайте. На общегородском планерном совещании говорили и о реконструкции сквера боевой славы. Уже на этой неделе там начнутся подготовительные работы. Почти 100 заявлений о необоснованном завышении цен на продукты питания направило администрацию города в Анапскую межрайонную прокуратуру. Нарушения выявлены во время ежедневных мониторингов в торговой розничной сети и на рынках курорта. О самой главной на сегодня теме – ценах – говорили на общегородском планерном совещании. 30 мобильных групп, в составе которых сотрудники администрации, общественники, представители казачества, ежедневно обходят магазины и рынки Анапы. Вся информация стекается в оперативный штаб, анализируется и направляется контролирующим органам. По предприятиям, допустившим необоснованный рост цен, документация направляется в прокуратуру. Для выявления необоснованного этого роста цен это идет либо это поставщики, либо это производители, либо это сами предприятия потребительской сферы допускают этот рост. Потом проводится повторный мониторинг предприятий, в котором был установлен факт. Также направляются документы все с накладными в прокуратуру. В прокуратуре уже идет выяснение, предприятие это или это поставщик, либо это производитель. И ведется дальше такая работа, что по регионам, где находится поставщик, где находится производитель, прокуратура продолжает свою работу дальше. Напоминаем, что в администрации города работает горячая линия по ценам. Телефон ее 5-80-47. 23 февраля праздник сильных и мужественных мужчин. Но в нашем городе есть женщины, для которых День защитников Отечества важнее даже, чем 8 марта. Наталья Микитюк, майор запаса. Война в Чеченской республике изменила ее представление о смысле жизни. Ко Дню защитников Отечества мужчины с гордостью и уважением несут букеты этой хрупкой женщине. Наталья Микитюк военную карьеру не выбирала. Так сложилась жизнь. В ее семье военных не было. После медучилища начала службу в танковой дивизии младшим сержантом. Затем была Германия, 5 лет в западной группе войск. В 1995-м переехала с мужем в Анапу и служила в 7-й гвардейской десантной штурмовой дивизии. 2000-й год изменил ее жизнь. Наталья была направлена в Чечню врачом гаубичного дивизиона. Первая ночь моя была именно в Чечне. Понятно, бессонная ночь. И у меня было у солдата ранение, то есть откатом орудия, перелом бедренной кости. И это было, во-первых, у нас палатки были все в земле, и по окопам надо было бежать. И вот тот солдатик, который нуждался в помощи от болевого шока, он мог бы умереть. То есть вот это вот, наверное, страх был не за себя, а именно за этого солдата, который мог умереть. В Чечне Наталья получила свое первое офицерское звание. Полгода в центре боевых действий изменили внутренний мир. Ежедневные обстрелы, военно-полевые условия, много работы. По словам Натальи, материальное ушло на второй план. Сейчас для нее важны только жизнь и здоровье. Конечно, страшно. Страшно, но по-другому никак нельзя было. Я не могла оставить своих ребят, потому как ежедневно требовалась медицинская помощь. Кроме ранений, которые были за весь период моего пребывания с моего дивизиона, ни один человек не погиб. У Натальи немало наград. Одна особенная. Медаль за отвагу вручал президент. Еще в Германии Наталья начала писать стихи. Много написано о Чечне. Вот снова ночь и снова залп орудий. А я лежу и не могу уснуть. Я не пойму, зачем же снова люди затеяли проклятую войну. Вышел сборник стихов и песен «Частичка моей души». Лучшая подруга Натальи – гитара. 23 года своей жизни Наталья отдала службе в армии. В звании майора уволена в запас. Все эти годы она прежде всего была женщиной. Мушеван служил в Афганистане. Полковник медицинской службы. Четверо сыновей пошли по родительским стопам. Сергей Вадим – подполковник и капитан медицинской службы в Санкт-Петербурге. Виталий – майор ВДВ в Иваново. Младший Денис – третий курсник военно-морской академии. Вы знаете, хорошо быть мамой четверых сыновей. Почему? Потому что порядок в доме. Папа – офицер. У нас как-то все на своих местах. В бытовом плане ребята умеют делать все. Звезд в семье не сосчитать. Еще во время службы Наталья получила два высших образования. Защитила кандидатскую диссертацию. Сегодня Наталья Микитюк возглавляет управление образования городской администрации. Стрельба сменилась звуками мирной жизни, окопы кабинетом, ребята в зеленке – деловыми костюмами. На всех городских мероприятиях можно увидеть Наталью Микитюк. Всегда приветливо. Но мало кто знает, что ей пришлось пережить. Время солнца и встречи весны. Провода зимы устроили во всех округах и микрорайонах. Но самые яркие прошли на театральной площади. Отметили вкусно, масштабно, с традиционными и современными забавами. Сотни людей перетягивали канат, лазили по столбам, устраивали бои на подушках. Незабываемое шоу своими глазами увидела наша съемочная группа. Блинный праздник в Алексеевке собрал детей, школьников и жителей микрорайона. Праздничное мероприятие для анапчан организовал председатель совета микрорайона Алексеевский Дмитрий Дяконенко. Пока скоморохи одних гостей развлекали веселыми конкурсами, других угощали вкусными аппетитными варениками с картошкой. Налепила вареников, пирожков, кормила всех детей, яблоки, конфеты. Все весело и дружно. Праздники все дети у нас любят и взрослые. Для всех проголодавшихся на празднике – палатки с едой, где можно найти обед на любой вкус. Блины, пироги, кондитерские изделия, шашлыки и многое другое. Мы с ребятами любим этот праздник, катаемся с горок постоянно, хотим сжечь масленицу. Я сам люблю вареники, особенно с картошкой вкусные. Веселье, скоморохи, все это быт нашей бабушек и дедушек, все это осталось. Это же замечательно. Дети повеселились, мы посмотрели, тоже приняли участие. А это всеобщее веселье на главной площади Анапы. Каждый желающий мог принять участие в конкурсах, получить заслуженный приз. И, конечно же, попытаться достать заветный разноцветный мешок с подарками, висящий на вершине гладкого деревянного столба. Или просто хорошо провести время, наслаждаясь традиционными для масленицы блинами, представленными в изобилии во всех уголках площади. Вячеслав Утенков любит удивлять всех чем-то особенным. К масленице готовился с 6 утра. Идею своей блины композиции, говорит, придумал легко. Мы представили кусочек казачьего бутера, который еще припорошила снежком. И масленицу, которая ведет за собой весной. Все, кто не участвовал в конкурсах и состязаниях, могли посмотреть на яркие концертные номера на сцене. Развлекали веселые заводные скоморохи, затягивая публику в свои игры. Собравшимся не давали скучать и вокальные ансамбли. Молодец, и на лобоваду, лобоваду. Масленица словно дала команду солнцу светить, а гостям радоваться. Что такое масленица? Это праздник, блинов, игр, весело. Все такое оранжевое, как блин. Вы знаете, с возрастом не хватает. Может быть, молодежи нужны другие немножко. А для нашего возраста это просто прекрасно. Веселье. Мы же общаемся. Это масленица. Самая лучшая масленица на белом свете. Хорошую масленицу сделали. Ничего лишнего нет. В рамках праздника проходил конкурс «Самый блинный блин». Конкурсантов оценивало компетентное жюри. Без внимания не оставили никого. Наградили грамотами и поощрительными подарками. А символическое сожжение чучела приблизит приход весны. Сегодня у телекомпании «Анапа-регион» свой маленький праздник. День рождения отмечает директор Никита Андреевич Бойко. Телевидение для него вот уже 11 лет. Самая интересная на свете работа, увлечение и сама жизнь. Так часто бывает, что заглянув на кастинг, человек раз и навсегда остается на телевидении. Никита приехал в «Анапу» отдыхать и остался здесь именно благодаря «Анапа-регион». А таких, как Никита Андреевич, говорят, что он прошел путь от рядового до руководителя. Несколько лет он работал заместителем руководителя телеканала. Сегодня он директор. Поэтому его 33-летний день рождения проходит в рабочей обстановке. И это лучший праздник, какой может быть в кругу единомышленников и коллег, которые ценят его доброжелательность и любовь к делу. У Никиты есть планы. Большие и маленькие. Но главное, они интересные. Пожелаем ему удачи в день рождения. 24 и 25 февраля проходит ярмарка шуб. Большой выбор меховых изделий от классического дизайна до новинок мировой моды. Нурковые шубы от 35 тысяч рублей. Выставка шуб проходит в гостинице «Парк-отель» по адресу Набережная 8 с 10 до 19 часов. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Здравствуйте. В студии Наталья Змозгова в эфире прогноз погоды. В Анапе наконец-то потеплело. Мы все ждали с нетерпением этих чудесных солнечных дней. Снег растаял, пахнет свежестью и весной. Природа приготовилась проснуться и порадовать нас всеми своими красками. Спенсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника ТРИЗЕ. Чтобы зрение не подводило, пора пройти комплексную диагностику в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. И всерьез заняться своим здоровьем. И пусть независимо от погоды за окном, ваше настроение будет неизменно хорошим. Считаете, что раньше вы видели лучшее? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении ТРИЗЕ. По телефону 30 310 Крымская 242. ТРИЗЕ. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. 24 и 25 февраля проходит ярмарка шуб. Большой выбор меховых изделий от классического дизайна до новинок мировой моды. Нурковые шубы от 35 тысяч рублей. Выставка шуб проходит в гостинице «Парк-отель» по адресу Набережная 8 с 10 до 19 часов. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Партнер программы «Производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова